Теперь начинающим педагогам Северной Осетии проще адаптироваться в школах, ведь рядом опытные учителя. Наставничество одно из направлений регионального проекта – подготовка кадров для системы образования. В пилотном проекте принимают участие 20 школ. Проект реализуют по поручению главы республики Вячеслава Бетарова. Подробнее в материале Марина Караевой. Все вместе. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. За школьной доской вели над Забоева. В классе «Идеальная тишина». На уроке английского языка это особенно важно – уловить звук, чтобы правильно произносить. Каждый урок – новый опыт для учителя. Кто идет в школу? Идут люди, которым нравится работа с детьми, которым хочется внести какой-то свой вклад в развитие, чему-то научить детей, поучиться самой у детей. И, конечно же, для своего дальнейшего развития, если ты хочешь развиваться как педагог. Творческий подход к заданиям, индивидуальный подход к каждому ученику. Современная система образования требует от учителя соответствующего подхода к работе. Молодые педагоги признаются – получается не все и не всегда. Поэтому очень своевременно и важна программа наставничества. За начинающим учителем закрепляют педагога с большим опытом. Приходя в школу, молодые специалисты сталкиваются со множеством проблем. Например, проблема организации урока грамотной, проблема взаимоотношения со своими коллегами, с детьми, организация дисциплины на уроке. Поэтому очень важно, чтобы в этот момент оказался рядом человек, который поможет преодолеть эти трудности, поможет адаптироваться к образовательной среде. 20-летним опытом работы Наталья Клюева щедро делится с Авелиной Дзабоевой. Вместе готовятся к урокам, после анализируют работы, планируют следующий. Молодой педагог уже строит урок, учитывая советы наставника. Мой наставник – очень творческая личность. И есть какие-то моменты, игровые моменты, которые я переняла у нее. И, естественно, это строгая иерархия ведения урока, структура. У нее все идет одно за другим. Строго выстроена эта структура. Вот этому можно поучиться именно у этого человека. Для развития системы наставничества в школах, Министерствах образования и науки Республики разработаны программы, методические материалы, рекомендации, сформирована база молодых педагогов и наставников. Творческие тандемы созданы в 20 школах. Основное направление этой программы заключается в том, чтобы помочь молодому педагогу пройти адаптационный период в образовательной организации, а также сделать так, чтобы молодой педагог закрепился в образовательной организации, помочь ему методически и оказать ему всяческое содействие при реализации его профессиональных качеств. В наставничестве предусмотрено три этапа. Адаптационный уже пройден. Сейчас этап практики. Уже в конце года молодых учителей ждет контрольно-оценочный. Тут наставники будут проверять, какие плоды дала их совместная работа и насколько молодой педагог готов к профессиональному росту и какой личный вклад готов вносить в процесс повышения качества образования. Марина Гараева, Сергей Дедикаев, Новости Осетии.